Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 марта и сегодня на примере своей рассады, которой уже исполнился месяц, я хочу показать и подсказать некоторым новичкам, которые не знают, как определить. Вот сейчас опять эта тема подкормки, нужна или нет подкормка. Очень много различных советов в интернете, многие блогеры как настоятельно рекомендуют. Нужно делать подкормочки, полейте вот этим, полейте вот этим, потом новички не знают, от чего у них погибла рассада. Я сейчас вам дам несколько советов, простых-простых. Как узнать, нужна ли в вашей рассаде подкормка? И скорее всего, в большинстве случаев никакая подкормка не нужна. Спросите вот у опытных убывалых, подкармливает ли кто-то маленькую рассаду. Конечно нет, только в самых крайних случаях. Сейчас я покажу. Вот сегодня тема. Медосмотр растений, нужна ли подкормка? Я всегда говорила и говорю, что я очень часто, особенно когда маленькая рассада, почти ежедневно делаю медосмотр растений. Вот мои растения, самый-самый первый посев от 26 января. Им уже месяц после всхода. Вот эта рассада у меня еще не распекированная, а эта вот уже распекированная, та, которая более высокорослая. И я после каждого полива, ну или перед поливом, ну не важно, сейчас она уже побольше стала. Сейчас я стала два раза в неделю, а когда маленькая, раз в неделю. Я заглядываю именно, вот так вот прям опускаюсь и заглядываю в самую туда, в глубь лотка и смотрю. Во-первых, смотрю почву. Я вот здесь уже нашла один недостаток, сейчас я вам покажу какой. И смотрю состояние вот этих стволиков. Но самое главное, на что мы должны обращать внимание, это состояние семидольных листиков. Я вам уже говорила, что томат это такое растение, которое способно перебрасывать необходимые вещества с нижних листьев, которые уже фактически ему не нужны, наверх сеянца, где образуются молодые листики. То есть, как только растению чего-то не хватает, у него сразу видоизменяется семидольный лист. То есть, он желтеет, засыхает, иногда отпадает. Ничего сильно страшного в этом нет. Я вам наоборот хочу сказать, что если смотрите, у вас семидоли такие здоровые, зелененькие, значит никакой помощи рассаде вашей не нужно оказывать, все у нее и так хорошо. Ладно, это до пикировки. Они еще даже нетронутые. Но если вы посмотрите вот эту вот рассаду после пикировки, даже после пикировки, обычно пикировка, когда переживает растение, у нее уже немножко все равно болеет стресс, и семидоли обычно желтеют, иногда отпадают. Но если даже после пикировки ваше растение стоит, и семидольные листики вот такие зеленые и целые, это значит, что медосмотр она, она рассада, он томат прошел на 100%, и ничего ей не нужно этой рассаде, никакой больше помощи. И опять же вот про эту, про зеленую расцветку. Если вы видите, что рассада ярко-зеленого цвета, листья все у нее нормальные, значит все у нее хорошо, никаких вмешательств не нужно. Но при сегодняшнем медосмотре я увидела другой недостаток. Сейчас вам покажу. Ой, не могу дариться, как с этой стороны. Не знаю, передает вам камера или нет, сейчас покажу. Я вчера так хорошо, смачно полила вот этот лоток, потому что рассада вроде уже большенькая, ей требуется побольше. И сегодня, начав смотреть, я увидела, видите вот здесь вот побеление, белесость такая. Я увидела, что на поверхности земли у меня образовалась какая-то такая вот посторонняя плесень. До этого не было, до этого вот такая вот была черная земля. Но вероятно излишка вот этой влаги, значит нужно лечить. Вот сегодняшний медосмотр выявил, что появилась какая-то плесень. Эту плесень я буду ничем, опять никакими химикатами обрабатывать я не буду, рассада хорошая. Эту плесень я просто присыплю золой. Всегда так делаю, когда на земле появляется такая небольшая плесень, присыпаю золой. Если я успею, но если смогу, я покажу вам, как присыпаю золой. Буду присыпать в междурядье, и обычно после этого она все выжигает. Нужно только стараться, чтобы не оставалось зола на листиках. Все. Это была вот такая небольшая короткая тема про медосмотр. Как узнать, нужна или нет подкормка. Если у вас семидоли зеленые в хорошем состоянии, это больше всего, чаще всего означает, что растение полностью здоровое. Все, до свидания. Продолжение следует...